Всем привет! Если вы задаетесь вопросом, как же сделать хорошее качество в ваших эдитах, то это видео для вас. Как минимум для начала вам нужен хороший исходник, без шумов и желательно в Full HD качестве. Пожалуй, ссылки в описании кидать не буду, а то как-то уже, блять, покидал. Ну ладно, не будем о грустном. Поэтому вы сможете скачать эти источники, перейдя по ссылке в мой телеграм. Там я оставлю ссылки на все источники, которые знаю сам. Что ж, приступим к созданию наших аниме приколов. Для начала создадим корректирующий слой, и на него накинем levels, или же в русской версии After Effects'а уровни. Если у вас вот в этом месте каналы не разделены, а все намешано в какую-то кашу, то тыкаем туда и все, теперь каналы разделены. Дальше тыкаем в правую вот эту вот пустоту снизу, и у нас появляется девочка, которую мы подгоняем по правому краю, вот этой красной горки. Так же делаем и с левой стрелкой. Ну а дальше делаем все то же самое, только по зеленому и седьмому каналу. Так, эта часть этой коррекции готова, и просто посмотрите на этот результат. Но не спешите делать ваши шейки и скейлы, я понимаю, что вы уже сильно этого хотите, но подождите. Теперь мы кидаем курвес, что в русском АЕ будет кривые. И просто тыкаем в середину, и немного потянем ее к правому нижнему углу. Это нужно, чтобы затемнить картинку, но если вы хотите наоборот ее осветлить, тогда тяните в левый нижний угол. Дальше мы кидаем Unsharp Mask и Sharpen, что в русском АЕ будет контурная резкость и увеличить четкость. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Получается у вас действительно... Собственно говоря, названия говорят сами за себя. Unsharp Mask увеличивает резкость контуров, а Sharpen общую четкость картинки. Ставим значение примерно как у меня, но на самом деле тут все индивидуально. Делайте настройки этого на свой вкус и цвет. Дальше кидаем Lux, что будет выглядеть, как... Выглядит. Что ж, заходим в него. Тут выбираем Pop, Lens Distortion, Edge Softness и HSL Colors. Эти две штучки пока выключаем. Настраиваем Pop примерно вот так. Тут все на ваш вкус, но лучше слишком сильно его не выкручивать, а то глаза на лов вылезут. Теперь настроим Shary Colors. Значение Hue отвечает за изменение цвета, Saturation за насыщенность и Lightness за яркость. Тут все нужно устраивать под вашу картинку и желание. Если вы хотите тусклые серые цвета и выделить один конкретный, то на этих цветах убираем Saturation. Если хотите просто выделить один цвет, то увеличим на нем Saturation и Lightness. Ну, думаю, суть вы поняли. А теперь настройки по желанию. После того, как настроили HSL, можете перейти в Lens Distortion и устраиваем его так, как вам больше нравится. Я лишь скажу, что опция Distortion отвечает за общее искажение, а Flat... Flatten... Ээээ... В общем, Flatten. За сплющивание картинки. Точнее, за радиус, на котором она будет сплющиваться. Ну и Edge Softness создает blur по бокам, ну, если кому нравится, можете юзать. Можете еще этот круг в овал превратить, нахуй, тогда вообще класс будет. Если у вас получилась слишком яркая или, наоборот, тусклая картинка, добавляйте Exposure. Тут все просто. Если это значение мы ставим в минус, то яркость уменьшается, а если в плюс, то увеличивается. Так, сфотокоррекции мы закончили, и теперь вы можете делать ваши шейки, скейлы, VFX и так далее. Но представим, что мы уже все сделали, окей? Дальше рендерим ваш видос. Я это делаю через автор кодек MP4. Но вы можете рендерить в AVI, QuickTime, без разницы. Но в моей телеге, разумеется, я сукку кину на него. Теперь самая важная часть. Это Tapas. Tapas это программа, которая, по моему мнению, должна быть у каждого эдитора, который хочет делать свои видики в хорошем качестве. Теперь рассмотрим настройки справа. Первое это Video Quality. В этой настройке мы выбираем, какое качество у нашего исходного ролика. В общем, выбираем Medium. Далее Video Type. Тут все просто. Почти всегда выбираете пункт Progressive, ибо Interlace для старых видосов по типу американских сериалов, там 2000-х годов, а CG для 3D видосов. Дальше тут выбираете Non, а тут выбираете Proteus Fine Tune. Ебать. Это... Это че, блять? Ладно. Тут много раз взять не буду, потому что тогда видео будет еще дольше. Так, Revert Compression. Его почти всегда ставим на 100%. Recovery Details можете ставить от 30 до 60, смотря на сколько вы хотите как бы улучшить качество вашего эдита. Sharpen это резкость. Ее ставим также примерно 30-60, но не перебарщивать. И Reduce Noise это как раз основная настройка, которая отвечает за убирание шумов, но с ней лучше не переусердствовать, чтобы ваш видик не получил слишком такой вылизанный и гладенький такой. Я постел на 80. Настройку Дхала не трогаем, я вообще, если честно, понятия не имею, что это такое, но ладно. И последнюю настройку я ставлю на 100. В целом она отвечает за заглаживание и убирает лишнее размытие. Дальше мы можем тыкнуть на кнопочку превью, чтобы до рендера посмотреть на результат. Как мы видим в сравнении, прошлый видос был будто в качестве 144p. Теперь выходим отсюда. Тут ставим 4k. И да, я забыл это сказать, но чуть ниже есть настройка, видеоформат. Там мы выбираем нужный нам формат в видео. К слову, если вы делаете его в 4k и у вас MP4, то ставьте .mov. Так как с MP4 в этом случае могут быть проблемы. Ну и включайте кип-аудио, конечно. Ваша музыка не пропала из вашего вот этого вот аниме-эдита, понимаете. Да. Все, дальше просто рендерим видос. И в целом на этом все. Спасибо всем за просмотр. Все ссылки на меня в описании. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...